Приветствую вас! Вы знаете, на самом деле, я не думаю, что если вы творческая личность, то вас обязательно должны последовать слёзы, эмоциональная неуравновешенность, вот, и так далее. Я думаю, что в любом случае, если у вас есть слёзы, значит есть, скажем так, низкий эмоциональный интеллект. То есть вы не отдаёте себе отсчёт, что именно вас беспокоит. Не понимаете, что именно вас беспокоит и почему. И это, конечно, очень вас подкашивает, то есть подкашивает, что возможно, как творческая личность, а вы привыкли решать определённые свои проблемы каким-то способом, но это не работает. Потому что, ну, потому что ситуация ваша, она неясна. Может быть, смене жизни вас ограничивает в чём-то. Такое тоже может быть. Так что здесь нужно смотреть, в какие ситуации у вас появляются слёзы. Вместе с тем я, конечно, полагаю, что тот факт, тот факт, что вы творческая личность, существенно облегчает вашу позицию в семье. То есть если бы вы творческой личностью не были бы, то возможно, вам было бы куда проще и легче переносить те семейные несгоды и те проблемы, если они у вас есть, вот, которые, ну, с которыми вы сталкиваетесь. То есть определённо тот факт, что вы творческая личность, да, влияет на характер вашего восприятия той или иной проблемы. То есть мне это представляется именно так, именно вот, в таком ключе, именно в таком аспекте. С другой стороны, с другой стороны, вы же выбрали семью, да? Вы же сделали свой выбор, когда выбрали быть замужней женщиной и, соответственно, за него, за этот выбор, вы несёте ответственность. Несёте ответственность в первую очередь сами, да? То есть вот то, что вам нужно сделать, это соотнести, соотнести выборы, которые вы сделали, с тем, чего вы хотите. Например, хотите, на данный момент, момент, вот на данный момент, что вы хотите. Что на данный момент вам нужно. И если так получится, что ваш выбор в отношении семьи не может удовлетворить ваше желание, то, конечно, вполне вероятно, что выбор стоит пересмотреть. Вполне вероятно, что выбор стоит поменять. Но поменять, переделать, подкорректировать. В принципе, одно и то же. Вот так. Потому что, если вы этого не сделаете, то дальше, в дальнейшем, ситуация будет только ухудшаться. То есть вам будет хуже. Вам будет всё хуже и хуже. То есть всё сильнее будут, там, такие вот, взрывы, слёзы и так далее. Потому что организм ваш будет реагировать на неудовлетворенность. Организм ваш будет реагировать на, допустим, подавление. От того, чего вы хотите. Ну и, естественно, хорошего из этого ничего не получится. Вот. Так что, я думаю, что-то с вами происходит не из-за того, что вы творческая личность. То есть, наличие у вас творческой жилки сделало возможным наличие у вас и проблем. То есть, если вы нуждаетесь в какой-то свободе, ну, допустим, если вам нужна какая-то свобода. А семья вам дать её по понятным причинам не может. Да, да, ну, понятно, почему не может, да, я надеюсь. Что вы, естественно, будете чувствовать себя крайне негативно. И, естественно, вам будет сложно, естественно, вам будет тяжело, естественно, вы будете испытывать неудовлетворенно. То есть, это нормально, это нормально. И вот тут вам нужно помочь выйти из этого тупика. Из тупика, который вы создали. Помочь вам, найди выход. Можно ли это сделать? Да, можно. В процессе консультирования это сделать будет можно. Подкорректировать ваши роли в семье. Подкорректировать удовлетворение ваших желаний. С ответственностью поработать, границы ответственности, чтобы вы, может быть, не брали слишком многого на себя. Если берете. Вот. Вот так примерно и будет устраиваться с вами работа. Потому что слезы, это сигнал. Сигнал о том, что что-то не так. Сигнал о том, что со мной что-то не так. Что меня что-то беспокоит. Что у меня какие-то проблемы. И, в общем-то, слезы это хорошо. Потому что, если бы вы, например, не плакали. Да. То это бы однозначно сделать более серьезные проявления. А так. Пока что. На данный момент. Можно говорить о том, что вы. И что еще способны контролировать то, что вам хочется. И, на мой взгляд, это прекрасно. Это прекрасно, но затягивать не стоит. С решением проблем. Вот. Потому что. Вовне. Вовне. А вот именно вовне. Ситуация не изменит. Она не изменится. Если мы говорим. Мы говорим именно про вот. Ну про внешнюю сторону. Измениться она может только, если вы решите ее изменить. Сами. Вот. Для этого потребуется сменить подход. К себе и к ситуации в целом. Возможно, придется перераспределить обязанности между членами семьи. Что так же не всегда встречают одобрения. Вот. Ну, возможно, будет что-то еще. Возможно. Да. Пока, я думаю, что хватит. Заниматься предсказаниями, да. Вот. Мне кажется, что мы и так. Ну, я и так. Достаточно много. Вам что-то уже предсказывал. Вот. Поэтому я не думаю, что это хорошая идея. Нужно разбираться. Нужно разбираться. Нужно разбираться и работать. Вот. Тогда и ситуация будет, понятно, лучше. И можно будет дать вам более корректные рекомендации. Ну, если вы хотите именно решить проблему, если вы не хотите просто спросить вот, да, о том, что вот есть такая ситуация, вот у меня так вот слезы, да, вот что мне делать? То есть тут, тут бесполезно. Тут, я вам ответил, да, по поводу, ну, по поводу того, что у вас и, вы же понимаете сами, да, что, вам не стало легче. Потому что нужно работать. Потому что нужно работать, нужно распираться. Что произошло? Тогда и проблем не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.